приветствую с вами я ваш веган христолюб мы с вами сегодня разбираем очередное оправдание не веганов о том почему они ими не хотят быть и она звучит следующим образом что веганам на сто процентов быть невозможно да более того люди сами которые являются убийцами труппожорами поедающими трупы этих убитых животных и во всех сферах жизни эксплуатирующие насилующие убивающие животных этой сферы медицины и одежды и цирков зоопарков да еще и и и и обвиняют и укоряют и тычут веганам за то что вы лицемеры все равно не не можете быть на стопроцентными веганами да сейчас мы разберем аргументы более конкретно да это общая фраза вот ну или вопрос его можно сформулировать что и если я не могу быть ехана сто процентов зачем мне вообще быть сегодня конечно все вопросы оправдания которые мы с вами разбираем в рамках плейлиста в рамках серии роликов которые записываю под названием не веган потому что конечно важны все но сегодня такой тоже особое видео возможно она получится длиннее обычных хотя у меня и так средний наверное тайм-тайм тайм-тайм-тайм-лайн временная линия моих роликов это около часа а так минимально полчаса максимально часа два не бывает это при условии что на один ролик который записал перед этим видео я дам ссылку в конце и они очень взаимосвязаны называется синдром грешника чувство вины за прошлой греховную жизнь злую жизнь и как этим чувством пользуется вот в плане если берем сегодня веганство тоже не веганы для веганом на на этом чувстве играют да мы об этом чуть-чуть поговорим я просто дам ссылку на это видео и о том как даже сами веганы еще не зрелые до конца до не сто процентов так скажем зрелый умом до для проповеди бывает порой сами как раз зрелых веганов проповедников активистов тоже тащит вниз вот такими вот аргументами поэтому сегодняшний ролик не только это как дать ответ не вегану вегану по поводу вот это там оправдание или ответа на вопрос а еще и для тех кто сам в уме не стал стопроцентным веганом да и вопрос действительно знаете он действительно имеет место быть я мы с вами будем сегодня читать как обычно тексты и до винтерса это землянина прозвище и вода из англии по мне как великого проповедника я очень заочно люблю никогда его в живую не видел мы с ними знакомы я пользуюсь его текстами ну собственно сделанными совместно с ольгой этими синхронными ну вы поняли то есть сами мы текст сделали слово вылетело из головы стенограммы да но у него есть какая-то книга на английском там наверняка и у на русском просто не нашел когда искал видимо еще его великий труд не перевели я вам как вам говорил по крайне мере я как веган христианин то в плане христианства у меня конечно не было в жизни реальных таких живых людей учителей до которых я мог бы назвать великими у кого я много чего подчерпнул доброго то в мире веганства я реально с удовольствием пиарю рекламирую возвышаю даю ссылки это если это любили меня тоже в сфере христианства и любит там вот за такие вопросы тыкать за гордыню за там возвышение еще что то пожалуйста в мире веганства хоть бог меня прямо сам к этому привел опять же всем об этом свидетельствую то но при этом я с радостью ссылаюсь на моих таких кумиров примеров ну конечно соратников я не считаю себя ниже их или выше их вот но я действительно как даже к соратникам все мы пастухи те кто проповедует учит учителя и в небесное царство мы входим не как да я овца вы знаете конечно все хорошо там пастухи и овцы и вы конечно можете войти за пастухом в царство небесное или пастух там сзади вас будет идти погоняя вас но конечно же радость для пастуха войти в царство небесное не с овцами а с такими же пастухами и моя цель как цель христа было сделать из каждого ученика учителя из каждого младенца совершеннолетнего это очень важно и я конечно мечтаю когда вот меня укоряют я говорю вы не правы вы обманываетесь и не понимаете меня у меня как раз мечта всех сделать богами всех сделать высокими все все достигли совершенства вот моя цель меня нет это гордыни пастушечье что вот за мной там стадо я веду стадо небес стадо христово как в сектах обычно там проблема у пастырей с этим до учителей вот у меня нет я рад если кто-то возвысится и встанет на мое место за кафедру и как и анкреститель был всегда для меня тоже идеалом в этом плане его фраза его жизнь как он говорил о себе перед перед христом да то есть он растет а я умоляюсь мне на всю жизнь это за засела в голову то есть когда человек и сам ты его взращиваешь по сути я с радостью уступаем в этом плане свое место я с радостью умилением смотрю как я уже не нужен и вот я мечтаю себя говорю я до сих пор не могу более пяти лет я на ютубе и я не вырастил ни одного учителя я не вижу проповедников активистов но в совсем в малой степени они конечно проявляют себя с тех с кем я даже давно общаюсь конечно что то может быть там постит но тоже очень быстро сдаются причем я им живой пример у меня тоже бывают моменты слабости немножко отдышки отпусков но я возвращаюсь все вновь и вновь вот но с тех с кем я общаюсь и я пока не нашел и никого не то что не нашел тут именно а я получается не смог вырастить отчасти себя корю хотя это вина то она взаимная я не могу никого сделать учителя против его воли да и не было еще ни одного учитель ученика кто рассказал бы да сделай меня таким я хочу быть таким как ты помоги мне я хочу стать учителем проповедником великим в этом плане да вот я об этом много раз говорил есть три степени ученик учитель и учитель учителя да тот кто делает учитель это разные вещи стать самому учителем еще вырастить учителя это разные вещи вот высочайшую когда ты вырастешь из ученика учителя если ты сам сделаешь он никогда тебе все равно не переплюнет потому что ему еще предстоит сделать извиничу нет не просто учить учить а из учеников сделать учителей это разные вещи да вот я с радостью бы положил все свое время для такого человека но я такого не нашел знаете помню в юности смотрели все вот эти какие-то восточные фильмы про каратэ там и там ну кто помнит меня поймет ребята особенно моего возраста когда все по кабельному стали показывать всякие про джеки чана там про бруслей вот они приходили всякие про монахов там на колени падали возьмите меня своим учителя вот это здорово смотрелось всегда да то есть и там учитель то есть они в полную отдавались послушанием как православии там старца не дали если не слушались учитель или у ну тогда иди чуть либо ты действительно не доверяюсь вернетicking вот но дело не в послом не в полном послушании дела не в рабстве действительно этим тоже много раздел действительно если ты признаешь учитель и учителя да и самым отдаешься этим быстрее это выучишься если ты будешь слушать как он тебе будет говорить в этом плане по нё все анализируя都是 Если он тебе говорит отрубить руку, не надо этого делать. Но если ты сам попросил привести к облагому и понимаешь, что он эти упражнения ничего никакого тебе вреда не наносит, но ты сначала не понимаешь какой пользы, ну ты все равно делай. Мальчик каратэ, помню, фильм тоже был. Ну это уже голливудский, но там он его вместо того, чтобы учить каратэ, он его там забор заставлял красить. Он все не понимал, зачем я делаю, зачем я там рукой туда-сюда вожу. Только в конце он ему стал показать, что это там будут блоки, вот так вот. То есть он у него плохого ничего тоже. Да, он не понимал, зачем это. Зачем там отжиматься, если я хочу там быть сильным. Чтобы сначала быть сильным, сначала отжиматься. Чтобы кому-то руку скрутить и там сильно ее держать. Да, надо же физическую силу набрать. Так что вот так вот. Ну это такое, как всегда у меня в начале предисловия, дисклеймер. И поэтому по поводу сегодняшнего вопроса, то есть это у Эда этого не будет. Это уже я сегодня опять буду свои 5 копеек вставлять. Он будет отвечать как вегана, не вегану по поводу вот этого оправдания. Или вопрос, зачем вообще пытаться быть веганом, если все равно на 100% быть невозможным. Я добавлю, когда именно веганы, веганы, активистам. Во-первых, я расширю такой вопрос. Это, конечно, как я говорю, в силу мы все ограничены. Я и расширю своими примерами, своим опытом. Когда это и не веганы такими, вернее, могут аргументами оперировать. Но я многие вещи, я понимаю, что это мог сказать и не веган. И когда мне говорил это веган, он это слышал как раз не от веганов. Но я просто скажу о том, что беда, когда именно веганы, не дозревшие до проповеди, укоряют проповедников, активистов, учителей вот этих, так скажем, слова о том, что вот этими же аргументами, невеганскими, так скажем, трупожорскими, гнилыми, которые ведут не туда, укоряют учителей. Или проповедников, как угодно. Это очень тоже важный момент. И вообще, вот я еще раз просто хочу эту мысль сказать, что вот даже я понимаю ответ на этот вопрос. И в принципе, мне такое тоже говорили. Еще до Эда, когда я с его творчеством познакомился, с его проповедями, я тоже отвечал. Но я помню, это был один из тоже таких, знаете, сложных вопросов немного. И я потом понимаю, помню, себя анализировал, когда Эда читал. Я не зря ему каждый раз рекламирую. И тоже и сам это делаю, и вас призываю это делать. Вот мы когда друг другу, мы вот что-то дожевываем, для чего мы друг у друга учимся. Действительно, мы порой даже сами это знаем, но у нас не хватает слов, мыслей, примеров, что-то выразить. Как та собака, да, из-за... Вы все знаете эту притчу во языцах, да. Знаю, сказать не могу, только лаю. Вот это то же самое, да. Вот этот вопрос, я помню, тоже для меня был немножко тяжеловат. Я оперировал именно теми аргументами, в том, которые я его и дочитаю, но он так это лаконично подал. У него тоже прекрасные какие-то формулировки, определения законченные. Тоже говорил, что ну и что теперь? Ну иди убивай. Что ты там, что червяка пополам разрезал лопатой, надо теперь пойти ребенку убить, человека или ограбить кого-то. Об этом я тоже, вы знаете, постоянно говорю, особенно как человек, как христианин, как проповедник истины, света и любви. Что теперь? Если ты не можешь там все грехи из себя убрать, давайте во все тяжко, что ли, подадимся. Что это такое? Или наоборот, что ты там, да, кому-то 10 рублей подал, теперь имеешь право, что там одна добродетель даже, я что не говорю, вот именно один грех сделал, давай пойдем еще больше сделаем, я говорю, даже добродетельность это сделает, она не дает тебе права делать какой-либо грех. Если ты кому-то 10 рублей подал, это не дает тебе права прийти домой и жене в челюсть засадить. Это же абсурд. Это то же самое. И это я говорю, один из таких вот каверзанных, знаете, таких дьявольских, змеиных, вползающий аргумент, который вот губит очень многих. Вообще это мировоззрение, каждое это вот это оправдание, это же мировоззрение, это точка зрения на определенный вопрос, на воззрение, взгляд на мир. И это настолько всеобщее мировоззрение, потому что его можно на все спроецировать, оно очень губительно для человека и для человечества, как Эд тоже очень хорошо сказал, и для того, кто так думает, и для окружающих. Ибо это все ему вернется потом, если все так же будут делать, как он и думать, и делать. Вот по этому мировоззрению, ты сам будешь хлебать то дерьмо, потому что это дерьмо. Если все это дерьмо начнут выплескивать, ты сам будешь хлебать, потому что оно будет от соседа на тебя выплескиваться. Это очень важно понимать. Сегодня мы об этом будем говорить. И Эд настолько все это подчеркнул, я даже сам, помню, не раз перечитывал вот этот вот его текст. Как-то я вот прям чувствую его тоже гениальность, правильность. Что-то во мне тоже противоречило прям. Я как бы пытался, знаете, сказать, что я вот, ну там, нет, веган там никогда не перережет червяка, даже случайно перережет. Может такое быть. И вы знаете, тут будет одно всего, важное слово во всем вот этом вот тексте, вообще во всем этом ответьте на этот вопрос, на это оправдание, объяснение. Одно очень важное слово, о котором мы сегодня узнаем. Это очень важно. И вот даже я несколько раз и перечитывал, чтобы понять, вот так стоит говорить, прав ли это, или все-таки надо вот немножко на другом. У меня в голове все-таки было немножко другое, да, что вот действительно говорить, что ну там или чуть ли не Бог там благословит, будешь над землей летать, ни на кого там не наступишь. Вот, как бы действительно, потому что опять же цель моя внутренняя была искренняя и истинная, желание не причинить никому вреда, но это невозможно, да. И это все правильно, видимо, выстрадав все это тоже жизнью, опытом, он все правильно говорит. И сегодня мы с вами об этом обязательно тоже узнаем. Невозможно быть веганом на 100%. Веганы-лицемеры. Невозможно быть 100% веганом. Вы действительно, да, действительно, некоторые насекомые и мелкие млекопитающие, такие как мыши, погибают в процессе выращивания растительной пищи. Тогда давайте применим логику. Раз ты не можешь быть веганом на 100%, то и не стоит даже пытаться в другой ситуации. Как я вам уже не раз неустанно повторяю, еще раз повторю, Эд великолепен. Ему открыт закон жизни в сердце, о том, что поступать с другими так, как ты хочешь поступать с тобой. И логическая цепочка проповедей у него тоже в норме и отлично выстроена. Так как невеганы-убийцы и эксплуататоры животных к ним никаких чувств не испытывают, он всегда начинает с человеческих примеров, ближих к телу. Вот это очень хорошие у него всегда примеры. Ну вот он начинает. Пожарник, он всегда молодец. Опять же, помните, Иисус в притчах отверстия уста свои из речи сокровенной от создания мира. То же самое, он молодец, он всегда приводит какие-то реальные жизненные примеры. Любой проповедник должен это делать. Примеры, зарисовки, реальные или выдуманные, ну так скажем, они все даже выдуманные, имеют место, значит, в бытие. Просто у тебя нет, может быть, реального в памяти, в голове, как вот что-то там с твоим каким-то близким, окружающим произошло. Но это могло в мире произойти с кем угодно, ты просто об этом не знаешь, что это в реальности было. Вот, это все имеет место быть. Пожарник вбивает, ну, он дает пример. Пожарник вбегает в горящее здание и видит, что там двое детей, которых нужно спасти. Ну, представляете, пожар там, да, один дальше, один меньше. Пожарник понимает, что может спасти только одного ребенка, а это значит, что другой погибнет в огне. Поэтому пожарник решает, что раз он не может спасти всех детей, нет смысла исполосать кого-то одного. Отличная зарисовка, причем реальная, так и происходит в жизни, да. Не всех спасают с тонущих кораблей, с пожаров, с обрушений каких-то природных катаклизмов, лавин, потопов. Не всех удается спасти, не всем удается помочь в террористических каких-то актах там, да. Ну, что теперь? Сложить ручки, да, представлять эту картину. Я вот прям читаю, читал и представлял. И прям представляю концовку у меня. В голове прям видеофильм идет. Он так разворачивается и уходит. Там ребенок кричит, один, второй. Он разворачивается вот с таким мировоззрением, с таким оправданием и уходит. Вы, смотря этот фильм, ты что делаешь-то, да. Что-то такое. Как это вообще возможно? Вот другой пример. Спасатель видит группу тонущих людей. Ну, таких примеров, конечно, можно приводить до бесконечности. Спасатель видит группу тонущих людей. Спасатель бросается на помощь. Ну, представляете, да, может быть, шторм там, люди еще, неважно, лодка перевернулась. Но понимает, да он даже, может, человек не думает об этом в том-то и дело. Ну, как он думает? Мы все о таких вещах и можем даже в экстремальных ситуациях нам что-то только может... На экстремальных ситуациях, когда ты спасаешь, может быть, и сексуальные фантазии приходить. Кто в жизни понял, это все вообще может происходить, так казалось бы, уж сейчас-то явно им не место. Это жизнь, это мозг, который все время рожает мысли, да. Но спасатель бросается на помощь, но понимает, что он не сможет спасти всех, и поэтому решает, не спасать вообще никого. Отличное, отличное решение. Вот люди, живущие вот этими оправданиями, вы видите уже, да, это реально бред. То есть, оправдание не важно. Хорошо, ты когда с трупажором общаешься, вот именно это гениально, но скажешь, слушай, а вот ты к людям как применяешь этот принцип? То есть, невозможно быть 100% хорошим. Я к религиозникам применяю, вы знаете, точно такой же принцип. Ну и кому угодно. Религиозник, я называю, кто каким-то культом себя причисляет, ну и неважно, верующими, вообще любыми, кто там к свету якобы стремится или не стремится, я призываю стремиться ко всему-всему. Веганство лишь часть святости, часть добра, часть полноты, совершенства в любви к Божьему творению, ко всему мирозданию. Ну а ты как вот живешь, по какому принципу? Вот так вот на все насрать? Не могу быть 100% святым, ну и, да, пробовать не буду, и в мелочах не буду, и в том, что я могу, не буду ничего делать. Получается, что нужно либо быть веганом на 100%, либо не быть им вообще. Нет смысла спасать отдельно каких-либо животных, если ты не можешь спасти всех. Да, то есть, причем веганство, еще раз, кто может случайно на этот ролик попал, веганство, это не просто не кушание трупов убитых животных под названием мясо, под таким скрытым названием, это труп обычный, части трупа убитого живого существа. Веганство, это обо всей любви к животным, обо всей ее гранях. А животное, мы что только не вытворяем в каких только сферах жизнедеятельности человека. Это и медицина, где на них опыты ставят, это и зоопарки, где их на всю жизнь порабощают и мучают, и сбивают, и в оконцовке убивают, и калечат еще перед этим. Это все эти, эти, как их там, ну вы поняли, помимо зоопарков-то. цирки, это и шубы, и все прочее. Вся любая эксплуатация, вот, это и продукты, не только, которые получились из их тела уже убитого, это когда, помимо этого, они все яички, другие детеныши, икринки, да, выделяют, это и молоко, коровье, козье, там и так далее, да, получается только оно посредством порабощения, эксплуатации, насилия, убийства, там, теленочка, да, убийства там всех этих мужского пола, потому что, особи, потому что они им не нужны, просто они ничего не производят, да, вот, то есть веганство это обо всем. Что теперь? Давайте, ну, конечно, полно, я встречал любителей животных, защитников, возьмите всем известную такую грань, как защитников животных, там они за собачек, за кошек они родеют, приюты делают, да, но при этом мясо им-то возят со скотовойни, где убивают таких же собачек, только в шкурке поросенка. Начинаешь с ними разговаривать, ты же якобы выдаешь себя за любителя животных. У меня сестра такая, любит очень кошечек, там все это приют, помогает, еще как-то набралась наглости, у меня там в ВК под моими постами всякие гадости мне писать, я ей в ответ сбросил просто одну картинку с ней, это говорить, я знаю, бесполезную, из серии, у меня их там полно, на жестком диске, лицемерие, любви к животным, вы знаете, ну и мы уже полно с вами правданий разобрали, где одной рукой она гладит, на другой у нее нож в горле, да, свиньи. Я говорю, твоя любви, груш, цена, ты любишь собачек, а как же свинюшки. Я помню, отстал от меня, в ВК, по крайней мере, да. Это так и есть. Это все лицемерие, да, как раз не веганов, а вот трупажеров. А веганство, это очень большая сфера деятельности. Сейчас мы доберемся, да, мышек, червячков, да. Начинаем с крупного, да, от людей, потихоньку переводим к крупным киноживотным, которым просто так лопатой не перережешь, да. Нет смысла спасать отдельно каких-либо животных, если ты не можешь спасти всех. На самом деле все дело в намерении. И вот тут я хочу обратить внимание. Я сам это как-то не сразу мог даже у Эда понять и вообще принять тоже. Мне хотелось, конечно, ну это из истинного, искреннего, действительно доброго, светлого желания никому не причинить зло. И хочется сказать всему миру, что да, я не делаю этого зла. Вообще даже случайно. Но сам я понимал, что я, да, всякое, может быть, веган может случайно сбить животное. дикая какая-нибудь, едет у себя по селу, может кто-то бросится. Ты можешь, у меня знакомый, помним еще, я вот случай запомнил, было 20 лет назад, мы с ним поздно вечером домой заезжали, но это еще до моего веганства, покаяния. Частный дом, Воронеж, заезжаем поздно вечером домой. У него нормально священ двор, но у него там собака была, доберман, два или три кота, кошки там, я уж не помню. И вот, ну естественно, доберман любил их гонять, хоть они все у одного хозяина живут. И мы заезжаем, и он кидается на, ну, он их не то, что грызет, но они же в одном доме, конечно, кто знает, как кошка, собака живут, все равно живут. Уж он там соседку задерется, его все равно трех не будет. Но они же там как бы полуиграются, или это даже не игра была, а так он их, конечно, гонял, так скажем, хоть и своих. И вот он ее, несмотря на то, что хозяин, мой знакомый, друг открывает, мы заезжаем на машине, а он ее шугает, и кошка попадает под колесо, представляет хозяина, все. Ну и кошки, вы знаете, по возможности не умирают, ни на чьих глазах, такая у них природа откуда-то. Он куда-то уполз там, казалось бы, там закрыта достаточно территория, небольшой участок в центре Воронежа. Мы его так и не нашли, тем более вечер, ночь была, темно. И он куда-то уполз, конечно, с куля по-кошачьей, и даже потом не нашли его наутро. Ну и все, то есть, ну и переехал сам, конечно, было, представляете, какое у нас чувство было, приехали домой. Я тогда у нее там гостевал, жил, да. Чего-чего хорошего-то. Вот. Сознательно это было. Серега виноват? Да нет, конечно, я ему, ли он. И он дальше, по сути, винить-то, но он как бы начинает себя тоже винить. Ну, что винить себя? Он как раз, Цезарь, по-моему, звали, Доберман, он его, как всегда, винил. К нему, не как всегда, правильный, по-моему, говорит, я к нему неделю не подходил, пинал его, так скажем, отойди от меня. Потому что, конечно, как раз виноват, но тоже опять он понимает, что он, конечно, собака, развитие пятилетнего ребенка, что там он понимает? Погнал и... Ну, вот так получилось. Можно хоть кого-то обвинить в этом? Никого. Это случайное стечение обстоятельств. И сегодня вот это слово, намеренно или случайно, это очень важно. Это и есть ответ на этот вопрос. Любому человеку. Еще я добавлю сегодня, по поводу этого, на те вопросы, ну, ладно, дойдем, я скажу, ну, или нет, сейчас кратко скажу. Это о том, что случайно, или по знанию, не знанию, ведение, не ведение. Знаете, у православных, когда они там под полотенчиком у батюшки каются, они такую формулу в конце рассказывают, ну, или батюшку им вначале зачитывают, потом они сами прости меня, Господи, во всех грехах, которые совершил. Я уж точно не помню, вы знаете, я уже давно в православии не практикую. И согрешил, ведение, не ведение, там что-то, да, и такое. Вот там прям есть эти слова, ведая или не ведая, то есть, зная, зная это понятно, да, вот в этом как бы каюсь, ну, и вот по неведению, может что-то сделал, да, случайно. Это мы сегодня тоже на некоторых примерах, но уже кратко просто тоже разберем, я о них скажу, потому что мне лично об этом говорили, и я потом анализировал, мыслил, сам некоторые, так скажем, придумал, ну, понимая, что это существует, так и пусть мне лично не сказали, но по смыслу, вы знаете, я всегда могу спроецировать все это до полноты, добавить, вот. Это очень важно, и вот здесь это, это очень, вот он уже, да, мы подбираемся к ответу, но на самом деле все дело в намерении, и это очень важно, это и есть ответ на это оправдание, на этот вопрос. Если вы едите продукты животного происхождения, вы намеренно покупаете продукты, то есть сознательно, намеренно, специально, при производстве которых сто процентов пострадало или погибло животное, вы об этом знаете, вы это делаете, ведение, зная, ведение, слово просто, это есть знание, да, ведая, зная, сознательно и добровольно, вы это делаете, и плюс, при условии, что у вас огромный выбор продуктов, там, происхождения, которые не надо делать, в цирке не надо ходить, можно интернет посмотреть, даже когда нельзя было или раньше, это не оправдание, да, при производстве растительных продуктов любые жертвы, если таковые имеются, имелись тоже очень правильно, знаете, тоже любят рассуждать, то, я закончил высшее строительное учреждение, и у нас был такой предмет, как теория вероятности, в как назывался предмет, высшая математика, да, там была теория вероятности, вы знаете, на самом деле, когда стал тоже об этом задумываться, и более того, проверять это на практике, на самом деле, по теории вероятности, перекапывая сотку, при нормальной, естественно, природе, не так, что ты сам туда сначала два ведра каким-то образом червяков занес, а потом копаешь, да, и думаешь, что ты никого не перережешь, то, на самом деле, при вскобке там сотки, по теории вероятности, и это я потом на практике анализировал, сам являясь земледельцем, да, сам огородничая и садоводству, вы знаете, когда я стал обращать на это внимание, и замечать, действительно, сколько ты перерезаешь червяков, перекапывая там, землю, об этом сегодня тоже я, или вот сейчас скажу, что, по сути, когда ты все это земледельно занимаешься, мы не занимаемся, зачастую неправильно, вообще копка должна быть сведена к минимуму, а в оконцовке она вообще перестает у нормального земледельца, познавшего истину, она вообще уходит, он ничего не копает, он изначально делает некоторые вещи, такие как грядки, там, да, сажает деревья, саженцы, он потом перестает заниматься, он занимается только мульчированием, скашиванием травы, да, и никогда уже ничего не копает, никому никакого вреда не делает, причем это как раз в мульче, много чего органики заводится, организмов, всяких мелких этих, био-жизни, которую Господь создал, и он ее наоборот только способствует, делая ей там приятные условия, вот, тут тоже вопрос, да, и поэтому, много ли таких жертв, я когда стал копать, обращать внимание, много ли я червяков именно режу, вы знаете, бывало, что если один за год я вот могу, я специально смотрю, что я копаю, да, и вы знаете, действительно, это работает, это минимальная вещь, боль того, Бог так придумал, что червячок, разрезанный пополам, не умирает, а их становится два, отрезанная у коровы нога не вырастет никогда, а Бог так придумал, такие вот, это организмы, вот, это не значит, что их надо целыми днями пополам резать, ну, Господь так чудно это придумал, вот, ну, и вот, это еще раз тут уже говорит, да, при производстве растительных продуктов, ну, подразумевается выращивание и так далее, всего этого процесса, да, от посева до сбора и попадания в магазин, упаковки там и попадания в магазин, любые жертвы, если таковые имелись, были случайными, еще раз обращаю на это внимание, главный смысл в намерении человека в жизни, эти жертвы, если они имелись, они случайны, мы с вами можем, при производстве, люди умирают, люди умирают, на производствах, идут случайно, падают сосульки, кирпичи, крыши, куски отваливаются, подоконников, это случайности, производства, сколько, если вы удивитесь, это нас, кажется, не касается близко, подпишитесь на какой-нибудь канал, там в телеграме сейчас такие есть, как там, не знаю, техника безопасности, я как-то подписался, сейчас я просто от всех подписался, решил отдохнуть от количества потребляемой информации, подпишитесь на какие-нибудь там случайные случаи, сейчас еще только нет, да вы удивитесь, что это только что выкладывается, благодаря там видеозаписям, ну или текстовым сообщениям, а на самом деле, что происходит, да каждый день, где-то кто-то теряет здоровье, калечится, или даже погибает, убивает током, там постоянно кого-то, кот залез, я имею в виду специалист даже, да, целыми днями падают машины на эстакадах, в автосервисах, что только не происходит, взрываются баллоны наши на монтажах, и погибают, что теперь, ну что теперь делать, как в пескарь сесть дома, и то непонятно где сесть, в ямку зарыться в земле, это не специально, давайте представим еще одну ситуацию, представьте, что вы едете по дороге, это хорошие примеры приводят, вы может лучше приведете, хуже, ну тут не бывает лучше, хуже, просто дополнительные, на дорогу перед автомобилем выбегает собак, но я вам об этом тоже сказал, всякое может быть, даже у меня уже в моей жизни, могу и в принципе личный пример, я тут недавно в селе ехал, и ударил бампером стадо гусиное, переходило, я думал, они быстро идут-то, и вроде они, а он что-то затормозил, замешкался, я вот его реально пиханул, я думал, они уже там как-то, они же разлетаются, как птицы, не знаю, они что-то тупили, я его случайно пиханул, ну я же не специально его пихал, я думал, они уже и не видно же, кто понимает, под машиной, вроде едешь там, у нас тут ходят, и овец гоняют целыми отварами, они как окружат, и ты стоишь, не можешь даже двинуться, я не специально же, ну конечно, мне неприятно, я сам себя так корю, ну что это, ну можно было совсем, значит, остановиться, подождать, пока вот он пачешет все там у себя, да, ну ничего, вроде там, я не знаю, живой, нет, я надеюсь, что с ним все хорошо, вот, всякое бывает, я же не специально, это не специально, аварий сколько, я как автовладелец, авто, как угодно называют, там да, любитель, дело не в этом, я как езжущий на авто, всякое в моей жизни было, аварии были, небольшие, бывало, что просто бог вот, отводил, могло быть такое, меня выносило, и навстречку несло, мог сшибить, ни одну машину собрать, неизвестно кто там, дети, и как потом жить, ну понятно, что в принципе, ты может и лихачнул, ты машина, это повышенное средство, очень, ты сел за нее, считаю, ты сел за средство убийства, на самом деле так, как говорится, она не прощает, ошибок как раз, да, бывает и прощает, но сегодня простила, завтра нет, в принципе, ну бывает, кстати, есть случаи, где я могу сказать, да, это я вот не выдержал, что-то тупанул, да решил там, кого-то может объехать, побыстрее не сдержался тоже, вот, и получается, ты виноват все равно в этом, но опять же, ты же не с целью снести четыре машины, как камикадзе, вот, ты видишь, там, тебе надо было их убить, но ты там несешься в эту толпу, да нет, конечно, я же хотел просто быстрее, цель-то была объехать, это очень важно понимать, это ужасное, катастрофичное, стечение обстоятельств, но это не твое намерение, это не твоя была цель, снести пять машин, и погубить всех, кто там есть, нет, это ужасное стечение обстоятельств, ужасное, вот, видите, я про себя это не стесняюсь, рассказывать про других, вот, с которым вспоминал, там, своего друга, это, это ужасно, это печаль нашей жизни, что мы живем в пространственном, временном измерении, в котором есть видимая смерть, по нашим делам, еще от творения первых людей, Адама и Евы, да, потому что смерть вошла с грехом, как раз убийства живого существа, о чем вы знаете, я говорю постоянно, это у каждого из вас бывает, это печально, да, но здесь мы можем только пожалеть и то, конечно, что нас всегда, особенно таких, как я, христиан, или познавших истину, утешает, что все бессмертно, и особенно, кому ты принес вред, ненамеренно, случайно, пусть это живое существо, пусть это особенно осознанное живое существо, душа в виде человека, он тебе никогда в Царстве Небесном, ты туда попадешь, и он там, если по своей святой жизни окажется, он тебе ничего не предъявит, потому что мы всегда ставим себя на место других, а их на свое место, вы что-нибудь предъявите, если с вами вот такое случится, нет, вы же живо окажетесь, это же временная жизнь, здесь жизнь, да, ограничена, пространством и временем, и мы, так якобы, умираем, переходим в другую, да, поэтому кто это понимает, он понимает, ну, ничего, все там будем, это очень важно, это очень важно, ты сожалеешь, конечно, о самом факте произошедшего, но все это, как Бог сказал, отрет всякую слезу, все временные слезы, это очень важно, вот, главное намерение, посыл, даже я говорю, нельзя меня обвинить в том, что, а, да ладно, я же не так говорю, да ладно там, сердце, нет, я сожалею, конечно, о самом факте, очень сожалею, я бы хотел, чтобы этого не было, верни меня, вот мое намерение, верни меня, Бог мог бы тебе открутить время, ты просишь о том, ты бы этого не сделал, зная, что этот поступок повлечет, такие действия, ты бы не сделал, но ты не знал, насколько это окажется катастрофичным, ужасный случай есть, родители убивают детей случайно, вот у него что-то в руке, там чуть ли не бензопила, он поворачивается, и там наносит вред своим ребенку, таких сейчас, сейчас цифровой мир, этот интернет, столько можно всего увидеть, чего ты как бы можешь, даже представить не мог, такое бывает, это случайность, ни в коем случае винить себя, как будет жить потом человек, он же случайно это сделал, это чистая случайность, невозможно все в жизни, вот в этом пространстве, временном измерении, в котором мы наносим себе увечья, вплоть до вообще смерти, невозможно все предугадать, куда ты не шагнешь, что там случится, и это как раз две ситуации, такие, о которых я сейчас уже с вами поговорил, давайте просто дочитаем, да, если вы случайно собьете этот собак, который вышел, ну неважно, какое-нибудь там животное из леса, когда ты по трассам, по всяким сельским дорогам, между просельных ездишь, вы не будете нести за это моральную ответственность, он правильно говорит, моральную, внутреннюю вот это, он слово мораль часто употребляет, ну или вот так переводили, этика, совесть, люди, да, потому что это произошло не по вашей вине, как бы ты, ну понятно ты источник, это, ну вот я говорю, я надеюсь, вы это понимаете уже, сколько можно жевать, потому что я такой же как вы, а вы такой же я как я, и у вас 100% в таких случаях своих хватает, и поразмыслив, я говорю, о других случаях, которых я вам сейчас обрисовал, мы все это понимаем, это случайность, это было непреднамеренно, а теперь представьте, что вы едете по дороге, и видите собаку, почему веганы особенно так ненавидят охотников, в том числе и я, это люди, которые намеренно идут убивать беззащитное живое существо, неважно какое вплать до хищников, но они им ничего не делают, они идут специально, с мыслью заранее, вот как преднамеренно убивать, ну по сути так, что у пожоров, которые преднамеренно платят, эти там убойщики убивают этих животных, ну вот такой же псих может едет ненавидить животных, видит там какую-нибудь собаку, может кабана, я такие случаи слышал, он может не охотник, но едет и кто-нибудь там выбежит, он давай его там давить, думаю, то нашел себе, и забаву, и домой привезу потом, и видит эту собаку заранее, и решает намеренно ее сбить насмерть, ну или человека, вот именно, в этой ситуации вы будете нести моральную ответственность, потому что вы намеренно наехали на эту собаку, с целью сбить ее, ну и вот, это дает такое определение, я его выделил, жирненьким, и потом, чуть-чуть в другой форме, он еще раз его произнесет, аргумент, вы не можете быть веганом на 100%, это в сущности звучит так, он его как бы интерпретирует, да, раз невозможно избежать непреднамеренного, видите, я здесь еще и даже подчеркнул эти слова, чтобы в этой формулировке все это было видно, избежать непреднамеренного убийства некоторых животных, то намеренное убийство живого животного может быть морально оправдано, слушайте, я когда вот это десятки раз перечитал уеда, и все у меня действительно сложилось, вся суть, как он говорит, вот в этом, я вам говорю, вот в этом слове, вот в этом, вот в этой мысли, я тут так, своими, такими текстом сереньким и пометил, ключевой смысл, слово и смысл здесь, это намеренно или нет, и действительно, насколько это безумно, опять, я всегда вам говорю, проецируйте это на всех, и на вся, и на вечность, и на все, да, то есть, раз невозможно избежать непреднамеренного убийства, сострадания какого-то, вы там, к людям это относитесь, к животным, некоторые животные, то намеренное убийство, может быть оправдано, морально оправдано, сколько у нас, вот как я вам сказал, вот этих несчастных случаев, тогда, так как они существуют в мире, происходят, какие-то люди это делают, я говорю, вплоть до несчастных случаев убийства своих детей, там, родители есть такое, вы прекрасно знаете, я это не придумываю, я реально такие видел, видео в интернете, да, ужасные, да, уж, может не убивать, но калечили мы порой своих детей, может просто повернуться, и, случайно и локтем, мы так любого ближнего задеваем, друзей, посмотрите, что в спортзалах бывает, происходит, там, да, кто там тяжелый атлетик, и все это, бодибилдингом занимается, там, и придавливает, и, да, это, штанг, и может кому-то в челюсть, повернувшись, зарядить, чего только не бывает, ну, знаете, все, надо отменить все у нас законы, и оправдать все зло, когда мы намерены, тогда кто-то кому-то в челюсть бьет, уже дубинкой по голове идет, избивать, да, все насилие, все убийства на свете, только потому, что происходят несчастные случаи, вы вдумайтесь в этот бред, вот вам оправдание при разговорах, с людьми, это во всех областях, ну, так как мы плейлисты, тематика у нас не веган, потому что, но вы знаете, как христианин, все равно не останавливаясь на общей, не только на частной святости человека, грани святости, как любовь к животным, к природе, но и на любовь ко всему, ко всем людям, к разным людям, близким, родным, друзьям, незнакомым нам людям, и даже врагам, поэтому нет, этот аргумент не может морально оправдать потребление животных, ой, это я уже перепрыгнул, наконец, для прокорма скота, ну, и тут это, ну, да, мы это зафиксировали, сейчас еще почитаем, у нас еще, как я сказал, ролик, видимо, длинный, получится уже 40 минут, но почитаем, не есть еще что сказать, для прокорма скота выращивается значительно больше растений, и я вот, знаете, я вот люблю, как сам земледелец, этот-то может в городе вырос, он вот сейчас будет говорить о механике, о там, производственном производстве пищи, да, в масштабах, а мне ближе такие примеры, как лопата, я один, да, поэтому он сейчас будет говорить за это, ну, смысл один и тот же, да, для прокорма скота выращивается значительно больше растений, чем для производства растительных продуктов, Здесь, кстати, я об этом тоже много у него подчеркнул. Я о таких вещах, бывает, даже не думаю. А он говорит, что... Здесь я сразу, вернее, обрисую картину. Это сейчас будет говорить о том, что если уж даже опять вы... Хотя вот этого всего достаточно. Я вам говорю, что мы уже сейчас сказали. Но он даже, как всегда, что я у него взял, что, в принципе, вы знаете, в принципе, я... Даже ведь он же меня вдохновил на записи этих видео. Потому что, в принципе, мне достаточно. Я вообще топлю сюда просто за любовь. Все. Через любовь все открывается. Через свободу и бессмертие. Как насчет веганства 100%. Я в простоте не так, как он. Вот сейчас немножко, я говорю, отвечал. Я больше вот как о тем, о чем мы уже поговорили. Но вот даже этот пример с выращиванием, он всегда тоже говорит. Я не люблю эти компромиссы. Я стараюсь к ним всегда в минимуме обращаться. Я люблю топить сразу за совершенство. Сразу за высокую планку. Пусть и плавно к ней идущую. Но все-таки говорить именно об этом. Все, о конечной цели. Как уж ты там будешь идти быстро, медленно, какими шагами, это тебе выбирать. Я могу даже твоих сил не видеть. Я же не прозорлив. Да, и не вижу всего. А Эд вот берет такие даже всегда вещи. И мне это нравится. И вот он меня вдохновил на это отвечать. Вот по поводу корма. И он тоже, ну вы помните, у него это подобное встречается тоже часто. Да, и он говорит о полумерах. Вот он говорит здесь, что если ты сейчас как бы уж топишь и переживаешь так за... Что типа трупажоры там при выращивании... Давайте прочитаем, я сейчас поговорю, да. Для прокорма скота выращивают значительно больше растений, чем для производства растительных продуктов. На производство одного килограмма животного продукта уходит 16 килограмм растительных продуктов. Это значит, что при производстве животных продуктов погибает гораздо больше количества насекомых и мелких млекопитающих. Так что если вы действительно беспокоитесь о животных, я здесь выделил, что в сущности не так, а лишь оправдание. Это уже я тут дописал, да. Ну как бы это и подразумевает, и понимаю о том, что они на самом деле это... Понятно, что причина не та. Хотя они могут этого давать за свою любовь к животным. То есть они так любят грызунов, что вот они переживают, что там мышку какую тоже перерезают, когда сеют там и пашут землю, да. Хотя, я говорю, в сущности, там возьмите ту же пахоту, это неправильно. Вообще ничего пахать не надо. Землю можно и так обрабатывать без пахоты и нужно. Это именно есть райское возделывание земли. Но он говорит, если уж вы так беспокоитесь о мышках, да, то в любом случае при производстве мяса, когда там выращивают еду для сельскохозяйственных животных, которые в десятки раз больше еды потребляют, чем человек, то он говорит, то если вы действительно беспокоитесь об этих животных, там о мелких грызунах, которые погибают при выращивании сельскохозяйственных культур, вам все равно лучше стать веганом. Ведь будучи веганом, вы минимизируете количество случайных жертв растеневодства, потому что вы-то меньше еды потребляете, чем животное. Животным скармливают, мы все прекрасно знаем, что корова целыми днями там все ест, и свинья, и прочее, да. Ну вот. Важно понять, что суть веганства... Я сначала вот тоже, знаете, вот читаю это у Эды, как-то меня прям коробило, думаю, ну как же, что суть веганства – минимизация сознательного ущерба, который мы наносим в своей деятельности. То есть я думаю, ну, тоже мне дал определение веганства. Ну, пусть немножко с другой стороны веганство – это понятно, что такое, да. Это любовь ко всему, ко всем живым существам, помимо людей, да. А то у нас любят только людей, те же самые религиозники, топить. Ну, якобы там у них любовь. До любви к людям тоже далеко. А я упускал одно очень важное слово, которое вот опять же читаешь, я вот вам сейчас скажу, надеюсь, устная речь лучше доходит до меня, по крайней мере, само, поэтому я сам устный. Ну, это понятно и устный проповедник, но есть у него тексты. Вот действительно, когда мы читаем, это так мы и Евангелие читаем, христиане, да, порой, ничего не видя там, не туда ударение ставя. Это все правильно, он правильно дал определение. Особенно в контексте ответа на вот такое вот оправдание или давания ответа на такой вопрос. Суть веганства в минимизации, и здесь это очень слово какое важно. Следующее. Сознательного ущерба. Выкинь это слово, да. Минимизации ущерба, которому наносит действие. Вот это определение неправильно, веганство не в этом. А минимизация сознательного ущерба. потому что если в это слово уберете тогда сто процентов не быть веганом действительно не работает тебе кто-то по делам может сказать ты нет вот ты вчера вот это вот сделал в той жизни мог несчастный случай произойти копка лопаты даже мы сейчас к этому дойдем и перерезание червяка это несчастный случай ты не решит и не достал того червячка положил до на досочку специально сидишь топором рубишь нет ты копаешь ты лопату вставляешь землю не с целью а с целью перри вырыть себе ямку чтобы до туда травки положите посадить саженец вырастить дерево который будет потом питать плодами у тебя нет цели перереза червяка ты не делаешь это специально когда ты его увидел при перекопке взял достал его пополам лопаты перерубил нет очень важно поэтому стопроцентным веганом при твоей сознательно не причиняемый вреда жизни животным жизни ты действительно стопроцентный веган по сердцу вот у меня видите какая иллюстрация я сам состряпал по сердцу твоему веганского ты можешь быть но я анти анти рисунок такой делал противоречивый как всегда всякие смыслы сюда вкладываем и сам этот очень важно понять речь о делах и намерения дать делам может быть несчастный случай просто жизни произойти или ты можешь человек может собственного ребенка убить это не знать что он убийца людей кровожадный серийный какой нет на нем ни в коем случае нельзя поставить вообще клеймо убийцы даже такую сказать ему когда не жизни после этого случая он и так страдает всю жизнь а факте этом убить собственного ребенка случайно отец может что-то в доме сделать неправильно с электричеством где-то там какой стол не заземлился там кто знает такой бывает ребенок может погибнуть где-то пробило что-то или это может вот именно рабочий какой-то наемный сделать и кто-то ни в коем случае у нас хоть у нас в уголовном кодексе есть две статьи преднамерные непреднамеренные убийства более того за такие настоящие непреднамеренные убийства за действительно случайность вы знаете есть разные непреднамеренные убийства там тяжело все тоже там там есть конечно и под подпункты вот это правильно я верну по-хорошему ты со мной такое было и я видел искренне человек уже не специально если вы и так убивается да я ему бы конечно просто там есть когда государство знаете против там в судах чего-то там преступника даже идет и даже не не неволе само государство заводит уголовное дело вот но я бы всячески делал все чтобы этого человека ему не надо никакое наказание она ничего ему не даст он не делал он это случайность она не вылечит его его нельзя отправлять в тюрьму там госправитель на дашкане нечего исправлять это случайность он не хотел убить там моих детей моих домашних когда это могла быть просто случайность мог сверлить где-то и вам рабочему в полку вешать просверлили где-то до женщина могла заказать рабочего мужчину там одинокое и он не знал это может старый дом быть там при желании нету планов электрики то есть это все случайности ни в коем случае нельзя на человека повесить такое зло это будет неправильно неправильно это случайность это надо отпустить простить и жить дальше как я всем говорю почему веганство недостаточно надо принимать в жизни все сущности бытия любовь причем ко всем не только к животным а к людям что такие случаи могут вас вас в правильно к человеку поступите обязательно принимать сущность бытия как бессмертие все это чепуха жизнь вот так пролетит и что потом сколько зла ты выплеснешь потом ты как будешь друг другу глаза на том свете смотреть это все ерунда все чепуха если ты познал ты все сущности бытия не в тебе раскрылись у тебя может и слезы не упадет но я крю сам факт конечно в тот момент упадет но в тебе не будет никакой злобы тьмы не в тебе не вот во всех кто в этом как-то задействовал когда вы дорастете до этого вы поймете о чем если сейчас не понимаете поэтому здесь это гениален говорит абсолютно правильно правильно и дает а при определении и оправдание это обосновывает и дает ответ на этот вопрос то есть суть веганство или стать стопроцентным веганом иммунизировать свой не веганство да если ты будешь что сознательно ты придешь ко всему кто помнит не раздал ты что этим атом есть это сего как сектант эти какие-то монахи буддистами что да там метелками тут перед собой чтобы на червячками наступить его слушать да они как раз великие люди я завидую отчасти внутренне и горжусь такими людьми что они до такого доходят до такой любви и готовы с метелкой ходить перед собой чтобы да якобы там даже букашечку или жука слушать правда я про жуков там приходи давишь иногда жуков не замечаешь каких-то крупных про мелочи вообще не говорю действительно там наступает что но бог так придумал там мелкие вещи не так просто всех тех жучков слизни там раздавить то не бог так придумал что им достаточно к человеческой там ноге обуви они спокойно и и переживают их чуть-чуть вдавливает там все это бесит каких-то жуков раздавливаешь ты же не специально это делаешь мы живем по нашим грехам когда-то от грех падения дама сия вот в таком вот мире поэтому здесь очень важно это слово минимизация суть веганство у человека в голове и почему я веган должно быть у веганов это минимизация сознательного ущерба даже вот и не с чем можно связь с этом опять не согласиться тогда да уж опять почему у меня были дисбаланса правда не с минимизации а с полным да вот сто процентов устранение сознательного ущерба это твоя цель стопроцентное веганство святость в этом вопросе сознательного это очень важно который мы наносим своей деятельностью люди используя аргументы в абсолютном веганстве пытаются представить веганство как достижение некого идеала а из-за того что идеал недостижим на практике тут я буду этого текста может добавлять люди считают что и веганство тоже недостижима достижима в теории в мыслях в мировоззрении в намерении о чем сегодня это не раз говорил в действительность же быть веганом это так легко так доступно и так удобно поэтому аргумента в веганстве не имеет смысла ну что не аргументы невозможность абсолютного веганство не имеет смысла ну еще раз он говорит по сути то же самое я два раза вот выделил что вот это такой его на нее три тут хороших определения тезисе вот раз но сейчас будет повторяться только немножко другой интерпретации про суть веганство он хорошо сказал и случайная гибель некоторых животных ну он тут опять про производству я ведь пример привожу это на все можно проецировать некоторых животных при производстве растительных продуктов не может оправдать того я просто об этом даже никогда не думал что давите вот я почему этот веганский пример что тебе мог тыкнуть за то что употребляешь хлеб даже и ты не стопроцентный веган вы знаете у меня тогда как просто у человека доброго светлого может быть действительно не такого умного знаете отличие от турпажоров что мне в голове не возник вопрос что мне мог тыкнуть не просто что действительно там червячка там лопата ну каждому чуть ближе я говорю да а вот видите турпажоры настолько изощрились в своем злом уме что додумались за такое оправдание что ты не веган потому что ешь хлеб который получился в нем тоже есть муж как кровь до кровь на твоих руках что там когда каким там сельско с машинами брали там всю эту землю перемалывали сколько там мышек погубили дальше сколько крови пролилась до и кровь на твоих руках ты ешь хлеб который в это правда мускать я самого можешь выращиваю и ничего там не борощу до занимаюсь мульчированием мне не надо никого там перерубать да вот по сути ру лопата у настоящего земледельца познавший истину она потом поначалу да может быть в целине он ее использует в концовке потихоньку он приходит к ее она ему практически становится не нужно он и в гармонии со всей природы живет со всеми личинками червяками вот я эту тему если захотите я и когда-нибудь тоже скоро буду по поводу земледелия на других уж каналах там я скажу можно прийти даже я возможно идя опытом совершаю ошибки невозможно а чувствую что совершаю можно было вообще ничего не копать там эти глубокие грядки или копать придумать что-то другое не буду короче тут отдельная тема сегодня уже невозможно не говорить и так ролик будет очень большой вот то есть в этом плане я тоже прохожу еще некую школу жизни но опять же знаете она игры немного бессмысленная жизнь короткая ты завтра можешь то действительно бог тебя будет судить так скажем ты сам себя за намерение а это все все там будем да ты сознательно никого не мучил не причинял боль это очень важно понимать да случайно гибель некоторых животных при производстве растительных продуктов не может оправдать того что мы намеренно платим другим чтобы они специально для нас перевязали горло животным намеренно причиняя им страдания и смерть но там было в одном определении еще раз давать его при раз невозможно избежать непреднамеренно убийство некоторых животных то намеренно убийство животных может быть оправданно морально оправданно здесь уже ближе к телу и и конкретно опять о трупожорстве это говорит хотя это вся область веганство любви к животным во всех сферах жизни проявляемых не только в пожирании трупов как называют мясом да вот на самом деле это везде вот но это уже сузил все это и сказал опять на понятном близком примере да не знает что если где-то мышку случайно культиватор перерезал да ты за это не платил ты платишь за хлеб за зерно ты понятия не имеешь как там перескока мышек это все где-то там вот тут так намеренно платишь за убийство коровки да вот это факт поэтому нет этот аргумент не может морально оправдать потребление животных продуктов ну и вот я еще добавляю от себя ролик мы растягиваем скажу о о чем сначала поговорить сначала я тут местами поменяю я надо было немножко по-другому по поводу давайте я скажу все таки да это скажу по поводу все таки более обширная уже об этом говорил сейчас тогда просто эту мысль закончим по поводу святости я почему мои ролики специально делаю так и говорю так и надеюсь что и веганы все-таки вырастут немножко выше веганство веганство это часть совершенства человеческой жизни части совершенства участка природе в любви ко всему живому веганство недостаточно почему я для них и и вид как как я вам говорю я если среди веганов мне не зря в одном комментарии действительно правильно написали ты и там как с чужой среди своих и свой свой среди чужих чужой среди своих знать такой да вот действительно я знаете у меня есть христианами не сразу не срастается потому что я белый лебедь и с веганами тоже самое да для них я тоже религиозник так они меня и не приняли на самом деле я вам могу засвидетельствовать через тоже столько лет да потому что их я тоже призываю к совершенству и знаете не хотят они ничего им не надо причем я их не вербую и не пытаюсь делать последовательно прямо иисуса я с ними спокойно говорю об истине о святости о совершенстве о любви ко всему не только к животным я с ними в общении вот в проповедях не призываю даже к вере в бога ко мне верующим религиозник называет я говорю я не верующий не религиозник что бог есть я знаю что он любовь я тоже знаю мне являлся открывался я не пытаюсь даже тебя в этом убедить но к любви я взываю что ты должен любить любви и и бы точно так же я кстати их так скажем бью да и аргументе теми же самыми вот всеми вещами и слушай когда ты говоришь а мне прямо веганы говорит я ненавижу людей ненавижу от этих даже там убийц или неуды просто где я не да мне пофиг на людей мне прямо то я свидетельствую все это всегда от опыта от практики и опыта я вообще с веганами когда стал не христианами попав их не тоже среду но сам их еще проповеду ролики стали подать и там еще вы знаете люди не очень хорошие казалось бы при такой любитом к животным отношение к людям просто отвратительное я не говорю про то что высылаешься от меня такие речи трупажора убийца нет это констатация фактов труба жор это не обзывательное слово это двусоставное слово имеющие прямое значение и поедатель трупа это и это так и есть убийца это не обзывание это не клип не поклёп не лжи не ложь это так и есть я не говорю что они уроды они может быть прекрасны по внешнести да красивые я говорю правду они реально ненавидят я трупажоров люблю по уму желая их покаяния проповедую и говоря им правду в лицо я не оскорбляю их не унижаю я им говорю что вы ниже да вы на самом дне в святости и в небесном изошь небесном царстве в природе бытия это правда с веганами такая же беда и у них вот не у веганов или вообще у религиозников и наоборот с религиозникам казалось бы которую проповедует любовь к людям а это часть святости я уж молчу там про эти дьявольские в религиозных среде мирозрения как спасение поверь а дальше ешь перевеселись до поплакал под полотенчиком у батюшки а дальше ешь перевеселись продолжая грешит вообще чепуха но более того с ними лишь который якобы проповедует на слова что бог любовь и над любить людей говоришь им что это только часть мир то состоит не только из людей бог сотворил все вы говорите что вы его любите своего творца а как же животные а как же природа ты животных на дно чашу с людьми не на дно это не надо сравнивать кота с капустой это разное все надо любить все божье творение вот такие отмазы все то же самое ось невозможно быть святым тогда вообще не надо быть все то же самое довольствуется малым это есть или бы вообще говорят но невозможно тогда все ничего не хотят учительство проповедь это высшее состояние тоже одно из высших состояние жертвенной любви хотят что делать ничего не хотят довольствуется овечьим положением в стадии все хотят быть пастухами не хотят это много дать человек это делать его богом бог есть учитель наш бог есть защититель отец мать так станьте отцом матери для других людей для животных ничего не хотят вот моя планка овечье а вдруг у меня не получится я не достигну а тогда еще ну и все не стопроцентно стать богом невозможно невозможно любить всех и все можно нужно об этом говорил иисус вот это очень важно вот я ну я себе пометку сделал я писать вообще не умею все пометки ел и все религиозники пользуются тем же оправданием и вопросе святости совершенства богоподобия но это я как синониме употребляю и в частности не становится веганами как одно из грани совершенства любви ну и веганами я тыкую им это тоже не нравится и вы веганы кто не хотите свою душу природу себя изменить в всеобщую любовь в богоподобие ко всему живому люди часть этой жизни у них прям к людям порой ну просто ненависть к труппажором к не труппажором не важно это отвратительно ну и по поводу это я это сегодня уместно это же вот чего это не коснулся и я на практике коснулся аналогичная логика я набросаю а вы еще может больше набросайте я буду рад если вы в комментариях на будущее мне можем обсудить тему можем по скайпу из кто захочет что-то обсудить вы там набросать себе но я от опыта поделюсь что я слышал что где-то читал что мне в лицо говорили до аналогичная логика я так себе тут тоже быстро набросал даже у меня было муж больше с просто в голове не возникает аналогичная логика и в подобных вопросов об авторезине якобы с при ней с применением чего-то там от животных и с веганоскими продуктами в которых могут быть производителями подмешаны продуктового животного происхождения сведомо или неведомо потребителя да то есть обманным путем я сейчас пожую все что зачитаю зачитал где-то в гостях случайно ли по обману хозяев съедая не веганскую пищу так далее то есть тебе могут тыкнуть и нет и мне лично такое было да вот что типа вот ты там первый веган сто процентов не может быть и как видите мы сегодня совсем мало пример забрали их намного больше да что ты там ездишь на машине машине ты знаешь там резина делается из там чё там тоже от животных добавляет я тогда отвечал человеку да что слушаю я не знаю я вот тогда тоже по-своему пытался объяснить знаете когда утерю вот это вот то что во мне было внутри я все понял как своим словам выражал но когда вот уеда это я как-то подчеркнул все у меня сложилось я тогда пытался это объяснить но как-то может быть длинно а вот может быть должна был кратко человек сказать может быть он даже лучше бы понял чем я разжевываю иногда я говорил что я не знаю кто там и что делает я говорю слушай ты какую-то статью прочитал я потом поковырялся в этом вопросе я много что нашел знаете вот именно сами сейчас мы к этому я в конце к этому подведу это делают к сожалению веганы сами вот такие вот когда закусываешься бывает с веганом даже и он начинает мне у меня такая была большая с каким-то известным веганом в одном в одной его где-то группе там был мы закусились там закусились того что он там постнул что там один мясной ресторан под пост православный там пост на меню выпустил и он там так радовался я написал что тип чуть-чуть тут радоваться просто бабки тупо маркетинг он решил еще побольше бабла срубить все ничего в этом супер веганской новости ничего позитивного для веганского движения веганского мира и для животных от ничего не делает в мясном ресторане он так и называется там как-то так было просто решилищно православных на постички бабла подкосить вот на таких формальных с удовольствием этот поститься там едят все такие же православный зайдет такой внешне до который только по форме поститься ну да и по будет там неделю жрать в этом же мясном ресторане просто песню пищу а после будет там же все остальное жить и мы с ним закусились а мне да я тебе это 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 был автор какого-то такого достаточно популярного группы в контакте у нее там его вообще по-моему было известно достаточно я вот думаю нам кто-то потом написал печь что все это видят вот вы чё про творите ну как-то вернее нет на себя то я не помню что ягодь укор не применяю я как раз был в шоке он мне начал да я тебе сейчас разложу по полочкам жалко может даже не сохранен там как в ленте сохранить было переписка вконтакте мы с ним кусались там ну долго сообщение 50 концовки получилось он мне вот такие я ему я обычно люблю писать ты но пришлось и я там не я тебе сейчас разложу но я уже интонацию добавляю там это текстом был новых дел и в словах так это и звучало тип что ты сам не веган или ты сто процент не может быть веганом то есть вот поэтому и там это все хорошо это же там какую-то начал вот эту хинею я им тогда тоже пытался все вот это объяснить хотел тоже не помню хватило мне вот этой вот мудрости вот так вот как вот хотя то что я даже вот такой уже мудро ты этот человек может быть настолько тоже этот веган простите уж прямо скажу youtube даже этот веган вот такой вот который грызет собственного вегана тем более таких как я проповедников искренних людей действительно и и в этом вопросе правым вот как я сейчас пытаюсь показать это не прав он опять я скажу это через тысячи лет что не правы вот такие веганы и мы сейчас я подведу вас к тому роль который я записал сейчас я к нему только подвожу и скажу не так много сколько я в отдельное видео записал полчасовое о синдроме грешника и вот он не там раскладывал в оконцовке что мы сами там веганы я в частности на меня конечно что мы такие мы там тоже что-то потребляем я вот отвечал таким сейчас вам опять лично видите опытом делюсь каким-то всеми этими стычками знаниями мирными более-менее переговоров сестрица мне там про резину один раз тоже задвигала вот но она ко мне хорошо относится с любовью конечно но все равно я тоже стоял на своем твердо и объяснял я пытался что я понятия не имею я первый раз вообще слышу что в резину автомобильную что-то там от животных добавляет я говорю я об этом никогда не знал я покупаю машину я знать не знаю я это настолько сложный механизм еще женщина с настолько сложно что я говорю если вот так вот вдаваться ты тебя будет ли время жить а жизнь не только состоит убери все что ты спишь ешь работаешь возьмет сферы деятельности так все это же самое знаете когда я слышал там про шоколад там что это африканских детей там используют слушать они там рада такой мир тоталитарные страны корпорации используют как якобы там этих ну и что ну в узбекистане там этот пух собирают всеми семействами даже школа закрывать чтобы с детьми собирали собирать за копейки конечно что страны уровень такой слушать а у много ли там людям на дому привыкли что им там у них и цены другие и так далее эти дети рады я зарабатывал я яблоки в 10 в 13 лет собирал нельзя было работать нас уже возили и нам деньги платили через молодежную биржу труда то есть нельзя было полноценно там вот и через официальную молодежную биржу труда там она у нас была в центре города я помню как мы ехали помимо то что ты мог как и такой продукции да кто помнит и клубнику там школе но это в школе возили это одно а уже через эту молодежную биржу мы сами пошли с другом чтобы что-то заработать это мотоцикл томат все это даже не мотоцикл тогда мы на что-то другое собирали на приставку там все такое и еще деньги заплатили нам какие-то там копейки платили копейки конечно копейки все что собой увезли помню мама на рынке продала помню там этими ведрами эти яблоки отдала тоже отдавали нам эти деньги и платили конечно копейки вот да мы рады были нашей эксплуатации хоть что-то заработать родители я вырос в простой может нищенской семье при нормальных родителях не алкашах а всегда работающих зарабатывающих ничего не было родители не за нищенскую зарплату мама машинистка всю жизнь проработал там на этой машинке долбили рядами отец военный ничего не был дом ничего не было в 90 дом вообще шаром прокатив холодильники не мебели никаких там приставок тебе радио ничего отец был честным и есть ничего не воровал там никогда этой воинской части и мама обычная рабочая ничего не было двое детей в семье минимум вообще самый минимум по жизни была какая-то еда это я помню доходил до кто помнит 90 до пустых холодильников у меня у друзей тоже сам был у кого таких родитель там профессора инженеры все такое вот тоже ну и кто-то не крутился как говорят те года вот и поэтому я помню тоже я сестрица ты говорил слушаю сейчас столько всего где этом доказательства он тоже вот я я просто вышел потом на источники про резину я почитал слушайте никаких источников вот просто статья откуда-то кто дарну веганом как бы до состав вот именно у удивительшей дачи веган зачем составляет ну нет я не прочь что он правда ковыряет но он ничего я на такую статью попал никаких ссылок не аргументов не знает я расслуживаю я воронеже шинный завод и не как у меня мама там работал я знаю тоже но это конечно в мае в наше я еще младенцем был мы до шести лет там жили прямо это у шинного завода мы там сколько лет прожили я знаю просто в одном районе города черном квартале там да вот она работала на этом шинном ну я так образно говорю что я никогда в жизни там полу воронеже переработал здоровые он потом как всегда сейчас не знать что там вообще производят ничего там производят здорово было завод здорово был мощность мощностной такой вот наверное впервые слышу там что-то животного добавляли опять же я не знаю я там не работал я никогда ни от кого не слышал и статьи я эти смотрел они бездоказательны я говорю как он может это утверждать если состав резины это коммерческая тайна это уникальность любая шина производитель он скрывает свою формулу потому что она уникальна что он там делает что его резина более пластичная там все с дорогой сцепления я говорю на эту информацию в теории не мог найти в из в открытых источниках а из закрытых он просто пишет свои слова якобы может он да там конспирологические теории до что он там где-то надыбал какой-то рабочий слил никаких отсылок никаких аргументов сет его предположение я и тогда тоже и вот такому там в переписке таких у меня счет я так какие-то яркие события жизни вспоминаю что опытом проходил вот игры я не знаю у меня вот ты там говоришь с этим этом закусываюсь я понимаю что он не прав а я прав почему потому что я сознательно этого не делаю все он там тоже мне подобное хинею писал я уж не помню какие он там примеры я больше из этого вы не светит вспоминаю что стычку вот сестрицы мне почему-то запомнилась мне тогда тоже веганка христианка про резину мне там пыталась вот я не принял этого и до сих пор рад что стоял и стою всегда на своем то что мне противилась я пытался разобраться аргументировать и все у меня получалось вот я я об этом буду отдельный ролик записать по поводу веганских продуктов напоминающих мясные знаете там колбасы все эти сырые веганские и я просто выпущу ролик отдельной про это где есть прямо если не внимательно прочитаешь есть веганские продукты которые производят вот опять мы уже прошлое оправдание разобрали с маленьким там кусочек мяска добавляют в колбаску реально производить не скрывает этого но ты можешь не заметить этого в чтении более того я говорю это на ведь вот эти производители веганских так называемых продуктов это же зачастую вот как тот ресторан мясной а у этих людей бургер кинг там открыл веганские этот с веганскими бургерами игры слушайте как корпорация которая миллиона зарабатывает вот на этой смерти страданиях выпуская обычные бургеры вы думаете у нее есть совесть там вот это все вот это вот светло чисто в душе что они там не будет подмешивать чтобы не заморачиваться чтоб вкус причем я говорю не тоже правдиво они правдивы это делать где гарантия ты только будешь верить но в оконцовке ты можешь будешь потреблять или через сколько-то лет вскроется их не там обман что они добавляли они будут неют мы там веганские просто ведь реально кто ел своей жизни меня конечно угощали домашними продуктами вот сделанными и правда оказывается там чечевичные котлеты практически ничем не отличается от мясной я сам удивился даже был неприятных отчасти есть сыр там веганские да там из всяких этих овсяных эссенции то что там вот это молоко овсяное рисовое делать потом там все эти сыры делают да очень похоже ничем не хуже действительно по вкусам даже может и лучше молочного сыра да вот это как домашний ты знаешь кто-то сделал это да и ты можешь в этом убедиться но то что ты покупаешь у производителей ты не знаешь действительно можно каждого вегана кто любят сам это не любитель но в полно веганах живущих больших городах где такие продукты продаются я сам по таким магазинам не хожу ничего не покупаю но ведь веган это многие на это вообще замороченные все покупают а где гарантия и где гарантия опять очень хорошая мысль чем важный который сегодня красной линии идет что это что 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 это не осознанно или осознанно наоборот вас могут просто обманывать дайте веганов это может скрыться через сколько лет и трупажора будет смеяться таком пальцем а вот вы столько лет жрали будет у него запачкан душа этим нет он не знал он верил этому магазину этому производителю это хорошо конечно все эти веганские продукты уж действительно так как у нас в россии в частности особенно вот возьмите там кунь село деревне да это вообще не найдешь веганская ведь будучи веганом ты все равно кому-то можешь подарок сделать торт принести с кем-то чайку попить трупажорами чтобы поговорить ну там какое-то событие ничего вот мне я еще и там живу один да там без жены там еще кого-то кто меня сам ничего не готовлю такого для целая проблема действительно кому-то что-то приготовить там угостить к себе гостей трупажор даже позвать чтобы потом там по проповедовать да или с ними из гости к ним с гостинцами прийти посидеть в каком кафе это хорошо бы был нагрю где гарантия что там этого нет это вообще себе места не найдешь на этой земле и спокойствие в душе я вам уже сегодня сказал действительно все открывается и все становится свои места если речь идет об осознанном осознательном ведущим или неведущим неосознанным совершение этих поступков ну вот это я вот накидал сам еще потом вот я говорю а в гостях случайно или по обману вас могут накормить зная что кто-то мог специально вам это потом кто-то может поиздеваться в компании в молодой муж вы студентом там веган там точно вас могут где-то подколоть может взрослые там к родителям поехали муж женой может вы вместе или поддельности а ее мамашка твоя теща там или ее это свекровь может подколоть тебя даже может и веганка муж не веган может даже тебя за это роли тоже вот всяком будешь ты в этом виновны будешь ты чувствовать вину за это ни в коем случае из этого надо сделать вывод конечно в доме в котором над тобой так поиздевались ты скажешь ну раз вы такие так любите меня я к вам больше на порох не приду производитель который так сделал конечно все доверие к нему потеряется надо ему сделать в благодарность обязательно антирекламу и никогда его продукт не потреблять и другим потом относиться с большим конечно предостережением но опять с той же самой мысль что какого ты производитель не изучил может всю документацию вот может он там все это метким шрифтом писал может он писал но так что действительно как всегда у нас любят договор писать где-нибудь там на обратной стороне да так что не это а ты и все это поставляется веганские магазины а ты просто так доверяешь уже в принципе это магазин думаю что он веганский он там изучает хорошо производители знать что вот этот производитель на вот на этом специализируется я запишу ролик где делают просто из маленького кусочка мяса вот такой грубая кусок там до растительного и ты чисто доверяешь в общий магазин уж я с ума сойду если буду там в этом магазине все убирать а у себя позади как веганские продукты это очень все вот вот такой вот в принципе не так много полтора часа за я заканчиваю вот это тоже самое и причем я говорю ладно это веганы и вам там говорят или не говорят ой когда это сейчас все что мы говорили опять идет видим и невидимая битва между труппажором и веганом да и и и печально к сожалению когда это происходит в среде веганов в среде так как я христианин опять буду говорить или неважно детей света детей божьих вот внутри такого сообщества людей единомышленников когда друг друга долбит он игру спроецируйте все это вечность и наперед что в этим добьетесь и прав ли ты это они прав можно понять тогда если ты так всех заткнешь и собственных веганов из этого синдрома грешника и взывание к их непрошлым грехам или вот этому неосознанному согрешением ты просто заткнешь всех и все и тогда мир сгорит во тьме и более того не потому что не надо делать вот ради знаете да как хорошо это же писал да что не они ни одним праведность не выстраивается грешными делами да здесь тут нет нет не так это вернее опять моя формулировка ну он там по-другому вы помните говорил да вот здесь то же самое нет это действительно не правы эти просто люди нельзя предъявлять это вообще это неверно это не истина не потому что надо скрыть и вот мы не должны там просто ругаться веганы хоть мы там заодно пусть нет надо реально понять что это никакой не грех это не зло и как раз те кто выступает за это эти люди согрешают вот поэтому в принципе я вот если прямо на этом канале на котором вы смотрите в частности это видео по поводу не веган потому что эту серию роликов буквально если вы на канале в списке видео будет смотреть ролик я уже вот этот посмотри на себя в прошлом я так на значке назвал вот а так назвал его синдром грешника или чувство вины за прошлую грешную жизнь но там в описании ограниченное количество символов ну или смысл за то что тычут этим и и играют на этом и манипулируют этим причем ты мне не неправильно это это впринь неправильно даже не манипулирование они правильно они выдают это за праведность что они имеют право делать это не так они вызывают это чувство искусственно потому что его не должно быть за это неосознанное согрешение так назовем это очень важно поэтому после этого ролика я вас ну потом можете потеряться и плейлисты эти ролики разные пойдут вот я вам рекомендую после этого видео ну а в том я рекомендовал это видео который еще не записал на анонсировал его посмотрите по на 40 минут получилось синдром грешника в поисковой строке ну или целиком как видите на экране наберете даже в общей поисковой строке youtube он у вас наверняка выйдет либо прямо на канале кто знает там есть поисковая такая строчка можно вводить и все это читать вот посмотрите его я его кратко сейчас анонсирую как раз получится ровно на час 30 вот я там и говорю об этом о чем я сегодня уже так поговорил и примеры привел просто расскажу что те кто веганы или там христиане и дети света пусть казалось бы ведь и добра любви но друг другу взывают быть помягче там грешником к не веганам до к труппажуром в этих вопросах а чуть ли надо не заткнуться вообще якобы да пусть все идет своим чередом эти люди как раз согрешают почему очень сильно ни в коем случае этого делать нельзя и это это неверно в принципе надо разобраться что вы не добро а зло несете и встали не на ту сторону и стали против света как я надеюсь сегодняшнее видео этот вопрос раскрыт ответ дан оправдание обличено вот это не является вообще в принципе грехом веганы которые там на сто процентов в умовом своем сознании поставили цель перефразирую или все-таки дополню мысль это стопроцентно минимизировать сознательное причинение вреда живым а христиане которых я особо радею которых у меня особо болит душа до сознательное стопроцентная святость в непричинении вреда вообще всем живым людям до из сознательно сколько можно причинение счастьем да и неосознанно и осознанного не творением зла да вот они во всем этих случайных делах они не ве но вны ни в коем случае предъявлять это этим людям нельзя друг другу кто из этих каких-то общих мыслей это очень важно понимать вот сегодня ключевое слово заканчиваю это сознательное или бессознательное умышленное или неумышленное вот запомните слова это суть и ключ ответа вот на это оправдание на это мировоззрение она в корне неправильно потому что вот притыкается все на этом речь идет о сознательных и несознательных поступках этих событиях совершенных и все это надо принять я почему-то сам как вам дал в себе пример что правда мне тоже какое-то было немножко вы знаете на это и искреннее желание и и и и в делах в самой жизни быть абсолютно святым что даже поступка не был за который тема могли бы тыкнуть да это искренне светлое чистое благородное правильное желание но к сожалению в мире лежащем возле пространственном временном измерении в котором мы страдаем болеем умираем это бывает невозможно происходит несчастные случаи случайности и так далее это очень важно невозможно все изучить все посмотреть во все заглянуть ты быть я могут сознательно обманывать водить заблуждение как это делают мошенники когда людей там обманывают грабит ты поддаешься будучи там светлым открытым человеком или даже пусть и злым но и тебя могут развести что делать мошенники поэтому тебя мог где-то подколоть обмануть прямом смысле придать мой покушай покушай поиздеваться там как молодежной среде там это очень развито да вплоть как я вам привел может быть теща решит над невесткой свекровь там над невесткой в тещину поиздеваться до подколоть или он смотри ты же и съела ничего не померла чтоб принести ее при всех там это и веганство всяко может случиться это ни в коем случае не повод потерять само в себе убежденность веру что ты свят что ты стопроцентный веган если ты стремишься к этому и не тоже стремишься стремишься плохо ты уже должен стать и сегодня и всем это проповедовать что я свят потому что я добрая стопроцентный веган я сознательно сознательно никому не причиняю зла я сам подохну сознательно я это не сделал это очень важно зла никому не причиню все ну это и понятно что вы должны если уж на словах то и на деле соответствовать вот в этом тогда вас могут обличить если узнают о вашем сознательном противоположном поступке тогда да это другой вопрос но сегодня была речь не об этом где вы там может быть тогда и не знаю что там с вами если вы говорите одно делать и другое вот осознательно так именно так все у меня на этом все надеюсь это видео было вам очень полезно очень важный вопрос как видите потому что он не только в отношении борьбы добра со светом греха с праведностью веганство с невеганством христианство с нехристианством тогда света со тьмой а еще и внутри света праведников святых добрых веганов вот такое вот творится это ни в коем случае не правильно хоть я всю тему сегодня не раскрыл дополнительно к этому смотрим ролик о синдроме и до конца во всем этом утверждаемся ни в коем случае так не делать но этого там еще и об этом буду прям четко говорить все у меня все всех по-братски люблю целую обнимаю желаю вам все это осознать достигнуть в познании этого совершенства сначала конечно ум а потом сердце через дела очищается да у вас именно чувствует приходит вот я себе говорю я свят потому что я добр я реально свою жизнь строю в русле не причинение никому зла сознательно специально мне нет даже в помыслах этого когда с кем-то дебатирую говорю правду я желаю этому человеку добра и желаем покаяния хочу чтобы мы все когда-то все до последнего человека до последнего животного до последнего колоска на поле очутились царстве невестам не бывает много людей я никому не желаю вечно мучиться водой оказаться там я хочу чтобы все каждый гитлер сталин все когда-нибудь покаялись и чикатилы живодеры все покаялись а кому много прощается тот много любит эти люди раскроются в совершенстве любви и будут безумно красивы и все мы забудем все зло поэтому цель всех моих действий это благо поэтому я добр и я свет я бывает что-то неосознанно может быть кого-то могу обидеть я говорю в моей жизни происходит несчастный случай я кому-то случайно причиняю боль но это не цель моей жизни вот так желаю всем вам такого достигнуть дом и